Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня поговорим про выигрыш green card, про трудоустройство США, ну и про проживание в Омахе. Сегодня у меня на канале новый человек Алексей. Привет. Счастливый обладатель green card. Откуда ты приехал? Я приехал из Казахстана, из центрального Казахстана, город Карагандарь. Во, можешь передать привет знакомым, близким, родственникам. Да, передаю привет всем. Всем из Казахстана, ну и вообще. Сегодня у нас техника объявила саботаж. Это у нас какая-то четвертая попытка снять. Может быть даже больше. Даже больше. Техника сегодня объявила саботаж. На улице идет мелкий такой дождик, погода нелетная, поэтому выкрою время снять видео. Не выходил в эфир больше двух недель. Вот, надо как-то продолжить появляться на канале. Когда ты играл в green card? Как давно это было? Я много раз пытался. То есть ты не первый раз, а играл много раз, да? Да, с 2009 года примерно. Но там где-то в середине был перерыв. Ну, в общем, много раз. Много раз был перерыв. Но, тем не менее. То есть у тебя уже была целенаправленная мысль выиграть green card и сменить место жительства? Да, да. Ты рассмотрел только США или другие страны? Нет, я много стран смотрел. Я, в принципе, был готов уехать. То есть ты, в принципе, был готов, тебя ничего не удерживало там, да? Да. Ну, немного финансовый вопрос. Так просто. Туда-сюда с деньгами был, поэтому я как бы не спешил. Хорошо. И когда ты узнал о выигрыше, ты прыгал до потолка? Да. Ну, в принципе, да. В принципе, да, да. Скажи, долго ли заняла вот эта вся бюрократия, связанная с оформлением, вот со всем прочим? Нет, с американской стороны это все было очень просто и быстро. В принципе, 5 мая я узнал. Дальше где-то в начале июня я заполнил анкету, форму DS. И уже меня на интервью пригласили 4 ноября. Вот. Ну и потом, соответственно, уже начал искать место, где осесть. Ну да, я искал летом, уже примерно я знал, куда поеду. Примерно знал? Да. То есть крупные города или мелкие? Нет, крупные города я изначально не смотрел, потому что немного это не мое. Шум, потом дорого жить. Ну, крупные города это плохо, в принципе. В любом месте, в любой стране. Выбор у тебя шел исключительно из расчета расходов? Расходы в том числе. Расход в том числе. Адаптация и расход, то есть комфортность именно первого шага, то есть где начать лучше всего? Ну да, конечно. Кроме Омухи, что еще рассматривал? Кроме Омухи, я еще смотрел пару городов, значит, Денвер в Колорадо смотрел. Ну он дорогой, кстати. Потом в Канзас, более мелкие города смотрел. И, собственно, а, ну я еще смотрел, получается, на западном побережье некоторые города, но там тоже дорого было. И на Центральной Америке остановился, вот. На Омухи, да? Да. Сколько вечера живешь в Омухи? Месяца три. С первого февраля. С первого февраля, да? Получается февраль, март, апрель, третий месяц, да? Вот по результатам проживания за три месяца, как тебе вот то место, которое ты выбрал? Ну, вполне неплохо. Неплохо, да? Я просто, нет, я не разочаровался, я изначально знал, куда еду, я изначально знал, у меня какие-то базовые знания о этой стране были. И, в принципе, я был готов к тому, куда я приеду, и я увидел это, и просто обрадовался, и все. Ну, как бы. Понятно. У меня не было ни разочарований, ни каких-то тоже прям сверх положительных эмоций, потому что я изначально знал, куда я еду и зачем я еду. То есть четкое понимание было, да? Да, да. Ну, в принципе, где-то, конечно, меня очень сильно удивляло, какие-то моменты, потому что я... Понятно, то есть у тебя осталось на США, да? Угу. Как с английским? Ну, у меня уровень языка есть где-то, но ниже среднего, скажем так. Потому что, когда последний раз я подавал на грин-карту, как бы сказать, наверное, я знал, что выиграю, изначально пошел подтянуть свой английский, и где-то я год ходил к репетитору. То есть был занятий с репетитором своего ДАУ, да? Да, грамотный репетитор был. Частный. Не в группе, а частный. Частный репетитор, да? Угу. Сейчас язык пока не подтягиваешь. На данный момент нет, но, конечно, надо, чтобы дальше развиваться, не стоять на месте. Как бы просто сейчас начало, как бы раскачиваются там все такое. Ну, ты в курсе, что сейчас есть возможность на ESL устроиться. Кстати говоря, в апреле начинается запись на классы, и можно взять, например, вечерний класс, если ты работаешь в течение дня, и бесплатно посещать ESL классы. Угу. Да, я слышал ESL. Так что если у тебя время есть, соответственно, я тебе информацию дам по поводу романта, где это нужно подать. И, соответственно, кроме как таковых классов, там еще есть самостоятельное занятие по системе Развода Стоун, лингофонные курсы. Ты можешь приходить туда, и только можешь смотреть по времени. То есть я знаю, ты поздно заканчиваешь, да? Ну да, где-то 6. Да. Но там как бы гриптиграфик, там ты ни к чему не обязан, можешь прийти в любой момент и, соответственно, посидеть, позаниматься самостоятельно. Ну и самое ценное, это еще конверсейшн. Когда ты сидишь с преподавателем, еще там будет 3-4 студента, и как бы диалог, вы общаетесь, и, соответственно, ну на разные темы, и, соответственно, потеряешь уровень. Так что если интересно, потом как бы маякнешь эту информацию дам. То есть как раз сейчас начинается подача заявлений, просто знаешь, вот ребята, ваши соседи, вот которые, они пойдут уже в мае месяц, у них уже назначен день экзаменов. Начальник будет сдать тесты, определяет твой уровень языка и определяет тебя в ту группу, где соответствующий уровень такой же языка, чтобы не азы, а, к примеру, если у тебя уже более-менее какой-то базис есть, мог заниматься. Так что, в принципе, это интересно, возможно, тебе будет. Ладно, от языка перейдем к другим делам. Скажи, у тебя высшее образование среди специальных? У меня высшее образование. А кто ты по образованию? Горный инженер, бакалавр горного дела. Круто. А здесь не планируешь пойти куда-то учиться? Я вообще думал в будущем, но это надо чуть-чуть обжиться, год-два где-то. В принципе, у меня есть желание учиться дальше, потому что я вижу какую-то цель примерно. То есть пойти на обучение по этой специальности или что-то выбрались? Нет, что-то другое. То есть думаешь, что что-то другое взять? Да, я пока еще точно не определил специальность, но что-нибудь другое. Ну, хотя бы наметы-то есть? В какую сторону двигаться-то? Честно, нет, я всякие смотрю варианты. Мне надо такое найти, чтобы поменьше учиться, побольше зарабатывать. Ну, это все хотят такую специальность. Ну, как бы уже просто не 18 лет, хотя мне и сейчас немного, но как бы уже чуть-чуть времени... А немного сколько тебе еще? 26. Ну, это еще нормальный возраст. Ну, я имею в виду, все равно уже что-то не хотелось бы 4 года учиться. Просто из-за того, что времени много. Надо учиться и работать. Это тяжело же. Ну, выбор большой, на самом деле, здесь специальности. Можно посмотреть. Обычно все идут незамысловатым путем, все мечтают о трак-драйверах, сесть, баранку крутить. Но я считаю, что это не самый лучший вариант. Если голова работает, то гораздо есть более интересный вариант. Ну, это, да, не мое, не многое. Потому что я попробовал уже поуправлять пикапом с прицепом вместе. Чуть-чуть не мое. Это на работе здесь, да? Да, да. Хорошо. К теме про работу. Вот, бытует такое мнение, что в крупных городах проще устроиться, мелких работы типа нету. Насколько тебе было легко найти работу здесь, в Америке, не имея опыта работы как такового и не обладая какими-то специальными знаниями для работы в США? Да, то есть... Ну, очень легко. Я где-то на третий день нашел работу и потом просто уже даже не заморачивался. И в итоге мне работу предложил просто человек, которого я случайно встретил. Вообще, да? На улице, да. То есть ты с ним разговорил, спросил, то есть... Да, я воспользовался такси Uber. Ко мне подъехал, ну, будущий мой начальник. Мы с ним разговорились, он меня взял на работу. Вот так вот я устроился. Понятно. Есть не секрет, сколько сейчас получаешь? Ну, одиннадцать. Одиннадцать в час, да, получается? Хватает? Ну, для начала это неплохо. Для начала. Ну, учитывая, что расходы здесь меньше, конечно, чем в крупных городах. Ты даже сравнил, да, расходную часть? Да, я смотрел. Это особенно видно по квартирам. И, ну, в принципе, где-то парковки платные. Здесь-то только в центре платные, а везде бесплатно. А в крупных городах тяжело с транспортом. Да, кстати, мог еще эвакуировать. Я столкнулся вот в Чикаго, а у меня машину угнали. Запарковался, прихожу, машинки нету. Попадался на двести с лишним долларов. Получился неприятный такой. Вот. Расходные части, кстати говоря. Вот что у тебя сейчас по основе по расходам? Что люди интересуются? Обычно люди приезжают, и что в основном уходит на расходную часть? В основном? Да. Ну, они примерно все равные части. Где-то на одного человека, в принципе, хорошо жить, я думаю, в месяц тысяч хватит. Остальное это уже дополнительные траты. Ну, то есть это совсем минимальный уровень. Учитывая, что вы вдвоем снимаете апартамент пополам. То есть, я так понимаю, что экономия получается какая-то определенная, да? Да, да. Определенная есть экономия. То есть, те, кто едет один, а один человек едет, не семьей, достаточно выгодно по прибытии искать себе приятеля по квартире, так называемый, и, соответственно, делить расходы, тогда получается это достаточно выгодно для старта. Да? В принципе, я уже на лето думаю свое жилье искать. Уже, да? Угу. Понятно. Вот эта работа, которую ты сейчас нашел, я так понимаю, что у тебя получается такой гибкий график, привязанный к погоде, и не совсем тебя эта ситуация устраивает. Да. Ну, это, в принципе, единственный минус, как бы, ну, это издержки произошло, так сказать. Понятно. То есть, и куда планируешь, в какую сторону двигаться, вот, в поисках работы? Не знаю, ищу просто. Ну, в принципе, тут работы очень много. Ну, то есть, любое предложение, которое тебе будет удовлетворять по соотношению оплаты и круг должностных обязанностей, я правильно понимаю, да? Да. Ну, в принципе, чтобы было уже выше, чем один сейчас, чтобы был какой-то резон переходить на следующую ступеньку. И так, в принципе, все. Куда возьмут? В принципе, даже можно, я вот смотрел, в этот Валди заезжал, кассир 13 час получает, просто кассир сидишь, как бы, Валди сидят же кассиры. Ну, да. Не забывай, что там еще в овертайм, не забывай еще, что еще есть прочие там нюансы у них. Да, еще всякие бенефиты, но чуть-чуть это просто не мое, но я имею в виду, что, не заморачиваясь, можно найти уже даже повыше, но я просто хочу что-нибудь другое. Понятно. Что-нибудь. Хорошо. А в Казахстане у тебя, скажем так, какая была работа, чем ты занимался в Казахстане? Я по специальности работал. Горный инженер? Да. Шесть лет. Шесть лет? Шесть. Ну, я сначала рабочим работал, а потом, когда закончил, уже дальше пошел. Ну, а почему так не хочешь здесь этой темой заняться? Ну, устал. Устал? Хочешь сменить сферу деятельности, да? То есть, дело даже не в зарплате, дело чисто хочешь поменять и что-то найти себе более интересное. Да. Это чуть-чуть не мое было. Приложение от другой усилий, да? Угу. Все, в принципе, это несущественное проживание. Люди вынуждены первое время себе в чем-то отказывать. Падает заработная плата и только, как говоря, через 3-4 года люди достигают вот этого самого уровня, который у них был. И только там уже после четырех лет, если опять же они не сидят на месте и развиваются, у них уже идет уровень жизни выше, чем у них был. Скажи, у тебя, ну, на своем собственном опыте ощущал снижение своего уровня жизни или, скажем так, у тебя было сразу повышение? Нет, снижения уровня жизни нисколько не было. В принципе, у меня в Казахстане была зарплата примерно в 20,5 раза выше средней статистической, то есть у меня денег было достаточно. Но здесь, приехав устроить как бы на такую посредственную работу, я в принципе не потерял уровень жизни. Питаться даже где-то лучше стал. Понятно. Работа не предполагает наличие каких-то специальных знаний у тебя, да? Ну, так, базовые навыки совсем, физический труд. Ну, тебе просто объяснили, что нужно делать, грубо говоря, и все. То есть, это было достаточно. Никаких специальных тренингов, ничего специального. По ходу все. Кстати говоря, многие работодатели, которые ищут сотрудников, и в том числе, кстати, и на хорошо оплачиваемую работу, они предлагают здесь тренинги. Иногда эти тренинги полностью работодатель оплачивает, но это особо оговорится в контракте. И потом нужно подписать контракт, что не можешь уволиться с этой работы, и, соответственно, эти деньги нужно будет отработать, то есть, они вычитают у тебя и зарплату за этот тренинг, за который они за тебя заплатили. Скоро, кстати, ярмарк вакансий будет. Не хочешь пойти посмотреть? Ради интереса можешь сходить? Очень много разных предложений там бывает. Причем очень даже не специфических. Например, там были предложения, например, пройти курс обучения и ухаживать за людьми с дейсабилити, то есть, у которых какие-то проблемы. И, кстати, это очень высоко оплачивается. Да, я знаю, но немного не моё. Тоже не твой. Ну, я так чисто для примера просто сказал, что не специфическая работа, как раз про тренинг я вспомнил, потому что получив сертификат с такого плана, то есть, можно потом уйти работать в другой компанию, например, которая предлагает более высокий уровень оплаты, но вначале нужно закрыть себе к сети из предыдущей компании. Ну, хорошо. По поводу умыси хочу тебе еще вопрос мне помочь чуть-чуть. Вообще, вот за три месяца что ты можешь про этот город рассказать? Твои ощущения, вообще, от проживания здесь? В целом, город неплохой, чистый. Воздух хороший. Погода тоже радует, в принципе. Не жарко, не холодно. Весна отличная, такая плавная. Зима короткая, мне понравилось. Я, получается, в феврале приехал, 1 февраля, 20-го уже снега не было. И хорошо тем, вот я привык, чтобы снег зимой был, я бы не хотел зиму без снега. И хорошо тем, что он быстро кончается. В принципе, весна очень наступает быстро. Ну, и, в принципе, все меня устраивает. Здесь природа и все остальное. Хорошо. А как вот такой фактор, что отсутствие, ну, практически отсутствие русскоговорящего населения, потому что тоже народ, некоторые переживают, что уехав в крупный город, там, типа, большая диаспора русских, там, не знаю, армян, не знаю, там, таджиков, кого угодно. И, типа, это позволяет общаться, какой-то круг общения. По сравнению, ну, с крупным городом, здесь действительно мало людей, говорящих. Тебя не напрягает вот отсутствие круга общения? Или как? Ну, первый месяц, первый месяц я снимал комнату у американцев в доме. В принципе, американцы славные ребята, и я не чувствовал какого-то отрешения от мира. Мне было вполне комфортно. Я, как бы, не напрягает отсутствие русских. То есть, совсем, да? Ни капли. Нормально, да? То есть, комфортно все чувствует, да? Ну, вот я озвучу те вопросы, с которыми регулярно на канал приходят. Ну, возможно, это вопрос, если совсем прям тяжело с языком. Если какие-то базовые знания есть, они, в принципе, люди открыты, идут на общение легко. И, в принципе, многие интересы совпадают. Не такие уж это, ну, как бы, люди, в принципе, везде одинаковые. Я имею в виду, что некоторые думают, что, как бы, другая культура, там, что-то. Мы также ездили на рыбалку, так же сидели вечером с пивом, там, сидели, обсуждали что-то. То есть, они не стремятся вот с мигрантом попить пиво, там? Вообще ни капли. Вообще ни капли. Нет, произойдет такое ощущение, что американцы, они такие, типа, вот, особенно местные, такие, которые здесь разделить, они такие все такие... Нет, как раз... ...снова, вот... Как раз я так понял, ну, исходя из своего короткого опыта, конечно, пока, которые у меня люди встречались, наоборот, местные, это самые открытые люди, а которые приезжие, они могут, наоборот, немного, как бы, выше себя чувствовать. Ну, да. Звездная болезнь начинается. Ну, я не знаю, я не могу же за всех говорить. Ну, да, ну... Тех, которые я встречал, в принципе, у меня был только позитивный опыт общения, позитивного ощущения просто с людьми, либо, ну, куда-нибудь я за помощью обращался, ну, там, я имею в виду, какие-то услуги мне нужно было оказать, люди всегда относятся добрые, с пониманием, что я язык не знаю, и никакого такого отношения, какого-то, о котором речи идет, я не видел ни разу к себе. Ну, то есть, наш городок можешь рекомендовать людям, которые раздумывают на тему, куда ехать. Ну, да. В целом, да. Не самый плохой вариант для старта, откуда можно начинать. Лоха? Да. Ну, мне нравится. Отлично. А еще вот такой вопрос, буквально в одном из последних видео, если ты мой канал еще смотришь, я снял видео про американскую еду, про ГМО, потому что очень обширно идет такая промывка мозга людей, которые проживают в России, в странах СНГ, о том, что в Америке вся еда пластмассовая, дико вредная, стоит безумных денег. Вот как человек, который не имеет никакой корысти, никакой личности, интересованности, сделать какую-то рекламу, и живет, ну, за три месяца уже можно много чего увидеть здесь. Твое мнение по поводу американской еды, что бы ты рассказал людям, которые вот интересуются этой темой? Ну, мое мнение исключительно положительное, получается, я, в принципе, как человек со скептическим складом ума ехал сюда, и то у меня тоже в голове было, блин, что-то с едой не так, как-то это все настолько вот глубоко, эта пропаганда работает, ну, от американской еды, в принципе, я испытываю только положительные эмоции, вся еда качественная, особенно мясная продукция, хороший выбор, и прям обычная говядина, она не обычная, она как раз мраморная говядина, по, в принципе, очень доступным ценам, обычно я ее не покупаю, уровень питания хорош. Смотри, это самое, если будешь уровень питания такой же, как я, делать, то можно 10 кг в гору буквально там за пару лет набрать легко вообще. Нет, наоборот, когда очень большой выбор качественной продукции, за питанием легче следить, чем, допустим, там, откуда я. А как то у вас там было с питанием? Разнообразие, в принципе, было нормальное, но качество было не очень, по сравнению, как здесь еда. Ну, про мясную продукцию говорим, да? пицца, мясо. несмотря на то, что, как бы, в Казахстан, это такая страна с населением исключительно мясоедским, у нас это не... не вегетарианская страна, совсем. Качество было очень плохое, здесь же, как бы, даже полуфабрикаты, которые сосиски, колбасы, прям, вполне, вообще, я был удивлен, самые, самые дешевые сосиски, они, в принципе, съедобные, а чуть, если средней цены, то это... Мы про американский говорим, да, да, я про американский сейчас говорю. Ну, подумал, что про казахский говоришь. Мы говорим про американскую колбасу, мясную продукцию, да. Большая часть продуктов удовлетворяет потребности в целом. Ну, да, нет, есть, конечно, продукты, которые, к сожалению, американцы, именно в этом штате, завозные, вот, для меня до сих пор загадка, почему здесь, слабо развито тепличное хозяйство. По большому счету, штат сидит на одной монокультуре, даже на двух, или соя, или кукуруза. Кукуруза, да, в зерку. В одном, только месте, я веду теплица за пределами омаха, консобласия. И то, мне кажется, это вот та самая продукция, которая тридорогая продается, как органика. Вот. А в основном все привозное, огурцы, помидоры. Поэтому, например, помидор, ты сказал, что не очень понравились, да? Да, в принципе, разнообразие большое, можно найти какой-нибудь органик, он просто дороже будет, но это так, как исключение, помидоры там, допустим, дороже будут выходить или еще что-то. А основные продукты, такие как, ну, основные все овощи, корнеплоды, мясо, молоко, все очень высокого качества, и полуфабрикаты в том числе. То есть, не верьте пропаганде, все нормально. Все-таки, на самом деле, все-таки, на самом деле, эта реальность оказывается несколько другой. Более чем, да. Более чем. Ну, раз уж захватили тему питания, с американским фастфудом тоже сталкивался ли вообще с этими темами, буфетные рестораны? На самом деле, вообще, ни разу не пробовал американский фастфуд, просто. За 3 месяца? Нет. Вообще? Я посещал японскую кухню, посещал китайскую кухню, буфеты посещал, ну, ну, самые такие, которые просто фастфуды, я не посещал. То есть, вот так вот? Да. Ну, тоже все считают, что тот, кто приезжает в США, он автоматически как бы про нормальную пищу забывает и питается исключительно только одними гамбургерами, только одними хот-догами, и потом он не вылазит машину, его вместе из машины выпиливают, из машины выпиливают этой пилой специальной. Нет, это все фигня полная. Единственное, я стал больше пить газировки, но здесь очень большой выбор диетический, который без сахара, и я не считаю, что это особо вредно. Единственное, что в моем питании поменялось, если можно, так сказать, в худшую сторону. А почему худшую? Газировка, я тоже люблю газировку. Ну да, она диетическая, я не считаю, так по составу, что там кислота, да. Кроме кола, на самом деле, здесь очень большой выбор любых напитков, на самом деле. Все считают, что только кока-колы здесь, на самом деле, спать. Тот же Walmart выбор реально большой, ну, к чему кузнику такого есть. Да, и мне нравится, что практически у каждой линейки есть вот, для меня очень важно, я только диетическую газировку пью. Без сахара. Без сахара. Следишь за весом. Да, чуть-чуть есть, проблема. Но проблем у всех есть. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Кстати говоря, за три месяца здесь, в принципе, я себе в еде вообще ничем не отказывал, посещая магазины. И я похудел, потому что, когда денег вполне хватает, и ты не считаешь, когда тратишь их на еду, ты можешь питаться вкусно и правильно. Кстати, у вас здесь спортзал далеко от вас-то в курсе? Да, я поезжал. Поезжал мимо. По-моему, 30 долларов в месяц стоит абонемент на спортзал. Так что, если совсем захочешь стать стройным и красивым, можешь пойти в спортзал. Но проезжал мимо уже хорошо. товарищ проезжал мимо и обратил внимание на рекламу спортзала, что уже говорит о том, что человек задумывается о своем здоровье. Ну, вроде да. Вот. Как бы так. Ну, а тебя можешь чуть-чуть сказать? Что именно? А что, что хочешь? Я не знаю. Ну, и тогда и нормально. Я думаю, что для первого раза достаточно. Спустя какое-то время, когда поднимешься уже на ступенечку выше или еще на ступенечку выше. Людям будет интересно посмотреть. Потому что снимал интервью тоже с ребятами из Казахстана. Это было где-то полгода назад. Тоже по Горин-карте выиграли. Уже меня замучили вопрос. Мне, когда я снял продолжение, я договорился с Денисом и Таней новое интервью снять. Соответственно, так что абонирую. Через полгодника встретиться и пообщаться еще раз. Расскажешь, что у тебя за это время произошло. Может быть, у тебя будут какие-то радикальные подвижки вверх. Прямо такой обшивт. Такой резкий. Ну, я всегда могу людям желать только хорошего. Потому что если люди развиваются, если у них идет обшивт. резкое эволюционирование, это же здорово. Когда все хорошо. Я считаю, что нужно желать только добро, чтобы у твоих знакомых все было Жене Пучковым. Ну, хорошего всем дня, ребят. Пока. Пока. Давайте вернемся к нашим баранам. Значит, к теме нашего разговора по поводу грин-карты и всего прочего. Ладно, дорога. Шутка про баран. Типа с Казахстана приехал, давайте все вашим баранам. Я это порежу. Итак, вернемся к теме нашего разговора по поводу грин-карты и всего прочего. Всю эту тему. Короче. Техника, техника у нас сегодня саботир. Ладно, давай попытаемся построить это серьезное русло. не скажут, что мы накурились. Мы не курили и не пили. Сегодня просто пытаемся снять интервью. Короче.